Девушки отдыхают В свое время вы познаете горечь поражения Когда свято веришь, что твое дело правое, но проигрываешь войну Одни трепещут, другие бегут Судьба настигает всех Эвакуируйте город Займите оборону И дайте этому человеку щит Привет всем дорогие друзья С вами снова Крюга ТВ, рад вас видеть И сегодня мы возвращаемся на первые ранги Поговорим о Панцир Ягер 1 А до Зенита когда-нибудь доберемся И эта машина у нас на боевом рейтинге 1.7 Она довольно интересная Довольно злая для противника Если знать как ее использовать Но обладает парочкой недостатков Которые не позволяют назвать ее прям ультра имбой Есть ситуации в которых Что-то другое было бы более предпочтительным Ну понятное дело Есть общепризнанные имбы Типа флаг панцира Да и в принципе даже те же вторые пазики Которые будут интереснее чем Панцир Ягер 1 Но он тоже вполне себе справляется С задачей уничтожения танков И может принести вам даже определенное удовольствие Все-таки его геймплей несколько иной Это самоходка Итак Начнем с орудия 47 мм пушка ПАК ТСФ С боезапасом 86 снарядов Является довольно неплохим орудием С высоким пробитием И даже каморными боеприпасами Здесь у нас 90 мм пробития в упор И 69 на 500 метрах Этого за глаза Чтобы пробивать любых противников На нашем боевом рейтинге и выше То есть даже если мы попадаем на боевой рейтинг Например 2.7 против того же Шермана Который разгибает и нагибает Вот этих малышей С которыми он может попасть Панцир Ягер Просто так в обиду себя не даст И пробить он его может Ну каморником может быть и не везде Но у нас есть еще и подкалиберы Правда те довольно бесполезные И разве что в упор годятся для пробития чего-нибудь Но брать их с собой в бой смысла особого нет Там если что пробитие в упор 103 мм Так вот эти каморники Они хоть и каморные Но 47 мм огурцы Сами понимаете Сейчас такие мелкокалиберные пушки Довольно серьезно занерфлены Масса взрывчатки в них всего 15 грамм Осколков от них будет немного И в принципе по сути единственное Чем они могут порадовать Эти снаряды Так это тем что летают довольно неплохо В плане скорости 775 метров в секунду Ну и попадать довольно легко Потому что точность у орудия тоже неплохая И в итоге здесь еще есть одна важная характеристика Это время перезарядки 3,2 секунды на экспертах На асах будет наверное аж 3 секунды Это очень и очень и очень быстро И соответственно мы перестреливаем практически всех и вся Ну и соответственно неплохие вертикальные углы наводки В минус 8 градусов Правда вверх орудия не поднимается Поэтому будьте аккуратны со склонами Всего на 10 градусов Ну и скорость поворота башни как бы 11 градусов в секунду Но у нас орудие достаточно серьезно ограничено по горизонтали Хотя в целом углы нормальные И есть одна такая проблема Как раз связанная с наведением орудия в наших секторах обстрела Оно неплохо поворачивается по горизонтали Но по вертикали оно наводится ужасно долго И это одна из самых главных проблем Панцирь Ягер 1 Машина не предназначена для стрельбы с остановки Она просто не успеет навестись Ее противник сделает это гораздо раньше Поскольку база у нас еще от первого Панцира Она довольно легкая И ее очень и очень сильно шатает при остановках То есть орудие скачет вверх-вниз А если вдруг вам чуть-чуть не хватило углов Вам нужно довернуть И здесь вылезает вторая проблема Она уже связана с подвижностью И мы о ней чуточку позже По бронированию Показывать это я смысла не вижу Поскольку броня по сути здесь фольга Но в рубке 14 мм А в корпусе 13 мм Это защищает от пулеметов Что уже здорово И не всегда снаряды вражеские Об вас взводятся Что очень странно Но тем не менее это здорово И может быть вы будете ловить сквозняки То есть машина живучая Поскольку на рентгене у нас хоть и три члена экипажа Но они занимают далеко не все пространство машины И могут у нас вполне себе спокойно Не попасть по ним И мы выживаем Даже если нам убивает одного члена экипажа То в принципе мы опять же живем Нас могут расселить ваншотом либо мощные камерники Если будут стрелять в корпус Где они там взведутся И взорвут все к чертям Либо же какие-то сплошники Которые полетят так Что заденут двух членов экипажа в рубке Но в целом панцирьягер Для такой вот машины открытого типа Очень неплохо защищен Понятное дело артиллерия будет убивать И самолеты в принципе тоже могут Но эта броня лучше чем ее полное отсутствие Тем более если мы говорим о борьбе с какими-то танками У которых есть пулеметы Причем мелкокалиберные в основном На этом бр прям неплохо можно жить Если у них сломано основное вооружение А это самое наверное главное Итак Теперь мы переходим конечно же к подвижности Здесь казалось бы А что плохого 100 лошадиных сил на 6,5 тонн То есть вообще очень неплохое соотношение Лошадиных сил на тонну И я соглашусь Машина вперед едет очень бодро У нее максималка 42 км в час Динамика тоже неплохая Есть одно маленькое но Может быть это сломанное автоматическое переключение передач Или еще что так влияет Но Машина крайне плохо поворачивает Когда она не едет вперед Она в принципе поворачивает плохо на первой передаче Если у вас есть скорость Вы повернете вообще без проблем То есть хоть на 180 градусов разворот Пожалуйста Но если вы встали И вам нужно довернуть То она начинает делать это с темпом беременного бегемота Естественно время проходит Вам ведь еще нужно раскачку Потом опять поймать И в общем противник точно выстрелит первым То есть соответственно Панцир Ягер обладая вот этими двумя недостатками Не может ходить в атаку Вернее может Но вам нужно прям 100% предугадывать Где будет противник И заранее прям таки знать Наводиться Стрелять уметь с ходу Причем без стабилизатора И каких-то там вообще Плечевых упоров Чего бы то ни было Тогда да Результативность будет конечно Потому что орудие Ну неплохо справляется С задачей уничтожения техники И если ваншот не выписывает То калечит серьезно Там таких бесполезных пробитий Практически не бывает Но при этом опять же Если отыгрывать От каких-то позиций То Панцир Ягер Будет чувствовать себя Сильно лучше Это все таки САУ Естественно С позиции она будет работать лучше Какие-то скомканные карты Нам тоже не очень подходят В идеале попадать на Можино И вот на это все Что другие танки В основном не любят На данных рангах Потому что Либо баллистики не хватает Либо орудие там уже Теряет свою пробивную способность И так далее А мы Стреляем даже на дальнюю дистанцию Уверенно Снаряд летит хорошо Баллистику рассчитать Не сложно И в принципе Все великолепно Получается на таких картах Самое сложное Это воевать Реально в городских условиях Или еще где-то Из-за небольшой массы В 6,5 тонн Мы вообще не преодолеваем Ни заборчики Ни деревья Ничего И там просто тяжело Будет развернуться Например Зацепился За какой-нибудь угол дома Еще что-то Ну сами знаете Проблемы САУ Типичные в городе И в общем Это нам сильно будет мешать Противодействовать Вражеским силам Ну а если занимать позиции Где-то чуть За полем боя Конечно не крысить Там за 2 километра А просто чуть подаль От своих союзников Перекрывая Сектора Какие-то важные Где там и могут В тыл зайти Во фланг И так далее То будет неплохой настрел В целом Панцирьягер Способен приносить удовольствие И более того Он способен приносить фраги Сделать за бой В среднем 3-6 фрагов Это в принципе Нормально Можно уйти Конечно с одним-двумя В зависимости от того Может быть Если там противник Не пошел на ваше направление Либо вы стреляли Очень неудачно Такое тоже бывает Да и в целом Этого орудия Достаточно Для уничтожения Основных танков Но если вы встречаете Какой-нибудь ЛВТ То там будут проблемы Автопушки С такими танками Гораздо лучше справляются А вам нужно Как минимум Три раза Точно попасть Там в нужные места И чтобы снаряд взвелся И там Уничтожил Эти скопления Членов экипажа ЛВТ А иначе он будет Вполне себе Спокойно выживать От ваших попаданий И есть такие машины Которые просто Чуть хуже уничтожаются Чем другие На них нужно время Которое Они могут использовать По своему назначению И естественно Вас уничтожить В этот момент Но в целом Играется крайне приятно И Советовал бы Наверное Вам всем Покататься на данном агрегате Потому что Он по сути Самый-самый первый Выкачивать его Практически не нужно А после него идет Пума Мардер Штурмпанцер Имба 8.8 флаг И в общем Вот это все Стоит прокачать А начинается все Спонсоры Ягера Начало положено хорошее Поэтому не обессудьте Ну что ж На этом на сегодня все Всем спасибо за просмотр Надеюсь это видео Было для вас полезно А с вас блогерская чепуха Это лайки подписки Там мутится-крутится С меня контент Всем Пока-пока